Потому что любая нестабильность порождает потребность в охране. Хорошо, давайте тогда, вот кроме охранников, какие и айтишников, которых непросто удержать, это повод для отдельного разговора, какие еще, на ваш взгляд, отрасли и в каких регионах, например, может быть не в Москве, а там в Нижнем Новгороде, например, в крупных региональных центрах, скажем так, будут востребованы, вот на ваш взгляд, в ближайшее время. Ну и на что, собственно, возможно, стоит задумываться о получении новых каких-то скиллов, то есть на что переучиваться. Какие ваши мнения? У нас есть просто одно короткое видео из Воронежской области, если мне не знает память, от Оксаны Хорошей, которая долгое время была финансистом, работала в банке, а потом взяла и стала учительницей. Давайте посмотрим. Я сейчас переживаю новый этап своей жизни, профессиональный. Дело в том, что я поменяла профессию, теперь я преподаю, я молодой преподаватель. Есть такая программа, которую создали энтузиасты своего дела. Они привлекают специалистов из разных областей абсолютно, которые никогда до этого не работали в школе. У меня образование экономическое, я 15 лет работала в банке, работала в Бухам, я работала руководителем. А теперь я преподаю детям финансовую грамотность. Ну, с одной стороны, мне очень интересно, и, конечно, было страшно. Я не скажу, со стороны, знакомые, кто знает, говорят, ой, у тебя так все легко и просто. Но если бы они знали, какой я путь прошла для того, чтобы все это поменять в своей жизни, и как это все дорого и тяжело мне было, то они бы так не говорили. Ну вот, пожалуйста, как раз продолжение той темы, о чем я заговорил. На кого учиться-то, куда вообще деваться, о чем думать сейчас, на всякий случай? Думать и мечтать. Ты просто зришься на меня, все, я звезда. Я звезда, а ты не звезда. И ты поэтому зришься. Но не здесь, не здесь, все, ты не звезда. Ничего страшного.